Всего за год на проспекте генерала Острякова появился корпус нового детского сада. Его построили по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Деньги потрачены немалые. На строительство израсходовано более 166 миллионов рублей. Еще 24 миллиона уже из бюджета Севастополя потратили на закупку оборудования. Директор департамента образования правительства города Михаил Родиков рассказал, в новом дошкольном учреждении есть современные спортивные площадки, компьютерные классы, кабинеты логопеда и психолога. Детский сад должен быть очень современным. Здесь будут интерактивные песочницы, интерактивный пол, здесь будет компьютерный класс. Здесь будет очень много интересного. Поэтому потребуется в первую очередь научить самих воспитателей с этим работать. Пока всего перечисленного в саду нет. Но и без того работать есть над чем. Подрядная организация отстает от графика. Это не устраивает губернатора Севастополя Дмитрия Овсяникова. Осмотрев стройку, он предупредил ответственных лиц о неприятных последствиях. Я рассчитывал, что данный объект будет сдан в 20-х числах марта. То, что я сегодня увидел, фактически говорит о том, что он не будет сдан 20 марта, будет сдан. Я не верю этим оценкам, которые сейчас прозвучали. Либо коллеги, засучив рукава, сейчас все это возьмут и сделают, либо через две недели будет полный разнос. Приезд губернатора на строящийся объект с нетерпением ждали и жители близлежащих домов. Новый детский сад возвели почти вплотную к домам номер 161 и 163 по улице Хрусталёва. Строительный мусор, отсутствие подпорной стены и водопроводной ливнёвки беспокоят жителей дома, особенно тех, кто проживает на первом этаже. Сейчас дождик пойдёт, вся грязь вот с этой дороги, всё пойдёт нам в подвал и в электрощитовую. Электрощитовая замкнёт и сгорит у нас всё на свете. Вот что нас волнует. Мы не против садика. Заказчик, строящийся объекта, поспешил успокоить жителей. Подпорная стена будет, разрушенные дороги вокруг сада восстановят. Здесь будет сделана небольшая подпорная стенка, и вода с территории земельного участка детского сада к дому подходить не будет. На исправлении дочётов у строителей есть чуть меньше месяца. Открыть дошкольное учреждение планируют 10 апреля. За это время родители воспитанников придумают имя новому детскому саду. Мэри Бадунс, Анатолий Паньков, Севинформбюро.